Мы с вами подошли к 25 главе книги Бытие, рождения Якова и Исала. Мы уже отметили, что Бог заранее выбрал, не объявил свой выбор, Он выбрал младшего брата Якова, чтобы тот имел первенство над своим старшим братом Исавом. Благословение будет пребывать на Якове, благословение будет передаваться через Якова, Яков станет патриархом и князем Израиля. Исав будет тоже делать свой выбор в жизни. У него будет другое, иное будущее. Начиная с 27 стиха, рассказывается история из их детства или из их молодости. Исав был настоящим мужиком, а Яков не спортивный получился и не охотник тоже. Такой домашний, понимаете, мальчик. Сидел дома, готовил что-то там, в шатре в своем занимался. И, как, собственно, и можно было предположить, Исак возлюбил Исава больше, чем Якова. Он же настоящий мужик, естественно. А потом ведь именно Исав приумножал благословение семьи, приносил еду, приносил богатство, благосостояние умножал именно Исав. Так часто бывает. Отец или мать оказывают особое предпочтение одному из детей, а не другим. Я могу честно сказать, что всех своих трех детей люблю одинаково. И, читая Священное Писание, мы видим, что особое расположение родителей приводит к проблемам. Где любимчики, там и проблема. Подождите, а разве Яков не был любимчиком Бога? Бог совершенен, и Бог свои решения принимает и осуществляет в совершенстве. Родители несовершенны. Когда родители делают из кого-то из детей любимчика, начинается ненависть и вражда. Именно так произошло в этой семье. Исав уходит на охоту, так долго охотится, что он проголодался, потому что пропустил прием пищи. Он возвращается домой, а там Яков готовит еду. Исав уходится, Яков готовит. Исав в поле, Яков на кухне. И вот приходит Исав, он голоден до смерти. И он говорит, брат, дай мне немножко поесть той еды, которую ты приготовил. Исав, яков говорит в 31 стихе, продай мне теперь же твое первородство. Тем самым он говорит, слушай, ты родился первым, ты получишь в два раза больше наследства, чем я после смерти отца. Я дам тебе поесть сегодня, если ты уступишь мне твою долю собственности в будущем. 32 стих. Исав рассуждает так. Вот я умираю. Что мне в этом первородстве? То есть, лучше я останусь в живых и получу половину наследства, чем умереть и ничего не получить. Он говорит, слушай, я голоден до смерти. Если я сейчас чего-то не съем, я умру. Это рассуждение мальчика-подростка. Нет, конечно, он не умер бы. И, конечно, его сделка ужасна. Но вот что происходит с Иаковом. И это тоже ужасно. Мы видим, это уже в 25 главе, и видим еще раз 27. Иаков получил бы первородство? Да, в любом случае получил бы. И он его получит. Потому что Бог обещал. Проблема в том, что Иаков не хочет ждать по Божьей воле. Иаков не хочет получить первородство так, как обещает Бог. Иаков хочет сделать это сам, своими силами. Помните, я цитировал вам слова моего друга. Вам не нужно богатства, которого не дает вам Бог. Одно дело, когда мы знаем, что Бог хочет нам что-то дать. другое дело уповать на Бога, что Он даст нам все в свое время. Положительный пример – Давид. Отрицательный Иаков. Давайте подумаем. Давид знал, что Бог помазал его царем. Давид знал, что Самуил уже совершил в ритуал помазания по Божьему велению. Значит, именно Давид, избранный Богом царь Израиля. Но Давид не воспользовался при этом слабостью Саула. Не воспользовался при этом и эмоциональной, и умственной слабостью Саула, и духовной слабостью Саула. Не воспользовался даже физической слабостью Саула, когда Саул спал, а Давид стоял над ним с мечом. Бог хотел, чтобы Давид получил царственный венец, но Давид не забрал у Саула царственный венец собственной силы. Он ждал, пока Бог это сделает. Вот вам положительный пример. Иаков – пример отрицательный. Иакову уже дано Божие обещания. Об этом знала и Ревеха, которая, конечно, ему об этом сказала. Зачем же ему еще обещание Исава? Но он пользуется слабостью своего старшего брата. Конечно, в том, что Исав сам продал первородство, есть и одно преимущество. Ему потом уже Бога не обвинить. Исав не может сказать, что, Боже, ты во всем виноват, потому что он сам, Исав, по закону продал свое первородство брату. Мы читаем, что он поклялся. «Поклянись теперь же», – говорит Иаков. «И он поклялся», – говорит Исав в 34 стихе. Особенно к 27 главе, когда Иаков обманет отца своего, возникает вопрос, «А почему нельзя было все это отменить?» В 27 главе Иаков получит благословение отца обманом. Исаак думал, что благословляет Исава. А на самом деле благословил Иакова. Мы не можем понять, насколько обязательно, юридически обязательно, юридически связывающие эти устные договоры. На Ближнем Востоке, в древности, если вы что-то сказали, что-то обещали, это нерушимый, нерасторжимый контракт. Исав сказал слова Иакову. Исак сказал слова Иакову. Все эти слова были словесными контрактами, словесными договорами. Никто, ни один юрист не мог этих договоров расторгнуть. Сейчас нам это непонятно. Тогда, так оно и было, тогда было понятно. Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. Теперь Иаков имеет все права первородного сына. «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел. И пренебрег Исав первородство». Что значит пренебрег? Одна. Пища один ужин был для него важнее первородства. Это плотский человек. Человек, который делает ложный выбор. Человек, который хочет получить сейчас. Он не готов ждать. На Западе есть очень умный, очень интересный писатель, христианин, хотя пишет он книги для неверующих, для светской аудитории. Пишет он по экономике и по политике. Зовут его Джордж Гилдер. Отец Джорджа Гилдера был летчиком во Второй мировой войне и погиб. Отец Джорджа Гилдера еще до войны учился в Гарвардском университете и жил в одной комнате, в комнате общежития с Дэвидом Рокефеллером, известным банкиром Соединенных Штатов Америки. И в память об отце, Рокефеллер, Рокефеллер решил заботиться о Джордже Гилдере. Джордж Гилдер написал книгу «Богатство и бедность». Книга для неверующих людей. Но в книге этой он написал такие слова. «Секрет умножения богатства в том, чтобы отложить свое удовольствие. Отложите удовольствие на будущее и копите деньги сейчас». Это главная мысль в книге Гилдера. Это и важнейший духовный урок. «Отложите свое удовольствие на будущее». Исаф это так и не усвоил. Он хотел поесть прямо сейчас, безотлагательно. И ради этого он пренебрег своим первородством. Так он потерял первородство. За одну тарелку борща, за одну тарелку кушанье он потерял, продал первородство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин